Всем привет! Весь сегодняшний выпуск нашего новозеландского экспресса посвящается двум основным событиям, которые недавно в прямом смысле слова сотрясли Новую Зеландию. Но прежде чем мы начнем, хочу рассказать о спонсоре, который поддержал выпуск этого видео, школе Codebreakers. Ребята с нуля обучают самой трендовой IT-профессии 2023 года – NoCode-разработчик. Чтобы зайти в сферу IT через NoCode, совсем не обязательно знать языки программирования или иметь навыки кодинга. При этом NoCode-разработчики создают мощные цифровые продукты уровня Tinder или Airbnb. Стать наукодером можно в любом возрасте, даже если у вас никогда не было айтишного опыта, и обучение займет от 3 до 9 месяцев вместо нескольких лет. Это отличная возможность, чтобы сменить профессию, построить карьеру на удаленке и стабильно много зарабатывать. В Новой Зеландии или по всему миру? Регистрируйтесь на бесплатный вебинар от Codebreakers «Как попасть в IT с нуля и заработать от 150 тысяч уже через 3 месяца». На нем основатель школы Анна Радзиевская подробнее расскажет о преимуществах NoCode в IT-сфере, как изучить NoCode за 3 месяца с нуля, какие проекты и зарплаты сейчас есть на рынке, а также как находить заказчиков по всему миру и зарабатывать в любой валюте. Переходите по ссылке в описании и сделайте первый шаг к стремительной карьере в IT. Два совершенно разных лета в этом году испытывают Северный и Южные острова Новой Зеландии. Пока на Южном вполне себе типичные жаркие и солнечные дни, Северный проходит все испытания природы. В конце января начались сильные ливни, которые выдавали за сутки до 250 мм осадков, при годовой норме 1200 мм. Больше всего досталось Окленду и полуострову Карамандал. Затопило дороги, поля, даже магазины и аэропорт. Даже погибло 4 человека. Я об этом рассказывал в прошлом новостном выпуске. И вот не успели люди толком восстановиться, как в феврале в Новую Зеландию пришел циклон Габриэль. Его сразу прозвали циклоном столетия, потому как в 21 веке не было такого уровня опасности для Новой Зеландии. Вся страна в прямом эфире наблюдала за интерактивными картами, где, двигаясь с севера, тропический циклон подходил с каждым часом все ближе и ближе. Выглядело жутковато. Власти велели всем подготовиться. Из особо подверженных опасностей регионов рекомендовали переместиться, чтобы избежать угрозы грядущих затоплений. Все службы спасения были в полной готовности. И циклон таки дошел. На этот раз больше всего досталось городам Непьер и Гизборна, а также их окрестностям. Ветер достигал скорости 150 км в час, а ливни затапливали землю. Из-за этого тысячи домов оставались без света на какое-то время, а в некоторых местах связь и электричество не восстановлены до сих пор. На 21 февраля 2023 года около 2000 человек пока по-прежнему не вышли на связь, чтобы подтвердить в порядке они или нет. 11 человек уже официально считаются погибшими. Отдельную большую опасность представляет такой ситуации оползни. Против них нет толком, ну никакой защиты, и земля в буквальном смысле уходит из-под ног. Иногда уносят за собой и дома. Самый большой материальный ущерб понесли фермы. Урожай многих из них был уничтожен, так что в этом году можем ожидать проблемы с поставками, выбором и ценами. Также погибло и много скота. Власти уже публикуют инструкции, как хоронить погибших животных так, чтобы это не причинило вреда окружающей среде. Еще одна проблема, которая неизбежно возникает при таких массовых разрушениях, это мародерство. 59 человек уже были арестованы за такие дела. Естественно, это люди с низкой социальной ответственностью и, как правило, с криминальным прошлым. Люди из оппозиционных партий уже критикуют текущую власть за чрезмерно мягкое отношение к бандам и преступникам. На восстановление инфраструктуры выделяются уже сотни миллионов долларов. 50 миллионов в поддержку бизнесам и на их восстановление, 250 миллионов на восстановление дорог. Даже банки одобряют льготные кредитные линии со ставкой 0,1%. Наш свежий премьер-министр Крис Хипкинс соболезнует всем пострадавшим, что логично. Но почему-то это так не форсится везде, как великая заслуга, как было ранее. Видимо, прошлый премьер Жасин Дардерн при уходе забрала свою пиар-команду с собой. Чтобы еще немного пощекотать людям нервы, после циклона природа одарила нас еще и землетрясением. Довольно ощутимые толчки магнитудой 6,3 заставили волноваться жителей Веллингтона, находящегося недалеко от эпицентра. Довольно ощутимые волнения продолжались до 30 секунд. Впрочем, хотя бы тут обошлось без повреждений и жертв. Стоит отметить, что именно землетрясением в Новой Зеландии в последние годы уделяется особенное внимание. Большинство городов приводят инфраструктуру в соответствии с нормами безопасности, а новые строения возводятся с учетом этих правил. Так что любое здание должно по идее устоять и не сложиться в одночасье. Я делюсь новостями более оперативно в своем телеграм-канале, так что не забывайте подписываться. Но я заметил, что некоторые люди почему-то начали формировать впечатление, что в Новой Зеландии часто происходят потопы и наводнения. Что совершенно неправда. По факту, последние события были абсолютно из ряда вон выходящими. Я за свои 11 лет с лишним жизни в Новой Зеландии такого не наблюдал. Впрочем, и живущие тут гораздо дольше, чем я, тоже были очень сильно удивлены. А циклон столетия не зря так назвали, ибо он крайне редок. Ну и повышенные осадки до него побили все вековые рекорды. По заверениям специалистов, такое возможно раз в 200 лет. Не стоит думать, что мы маленький беззащитный клочок земли посреди океана. Новая Зеландия по площади, кстати, больше Великобритании. А местный ландшафт очень разнообразен. Так что у нас всегда есть место, где можно укрыться от любых невзгод. Но от несчастных случаев и каких-то больших катастроф, к сожалению, не существует безопасных мест на планете. Так что я категорически не поддерживаю углумление, которое свойственно некоторым людям, радующимся чужим бедам, в попытках принизить что-то хорошее и неоправданно возвысить что-то свое. Ну а напоследок, небольшой ролик, который гуляет на просторах новозеландского интернета. Чтобы хотя бы как-то вам сгладить впечатление, все будет хорошо. Мы обязательно встретимся в прекрасной Новой Зеландии. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»